Здравствуйте, с вами Михаил Тишин, и сегодня мы снова говорим с кандидатом на пост премьер-министра Казахстана Мухтаром Аблязовым. Рады снова вас видеть, Мухтар Кабулович. Здравствуйте, Михаил. Мы собрали основные вопросы наших зрителей и выделили наиболее часто повторяющиеся. Итак, начнем. Самый частый вопрос, будет ли суд над Назарбаевым после смены режима? Есть ли у вас план, как этого может добиться народ? Безусловно, суд будет. Когда произойдет смена режима, временное правительство арестует Нурсултана Назарбаева, он будет посажен в тюрьму и над ним начнется судебный процесс. Хорошо, почему прямо сейчас невозможно судить Назарбаева? Тем более, учитывая международно признанные события с расстрелом рабочих в Жаназине. Дело в том, что есть так называемый принцип суверенитета, и действующий глава государства не может быть арестован и привлечен к ответственности, кроме тех случаев, когда глава государства совершил преступление против своего народа, против человечности, совершил геноцид. И это сейчас невозможно сделать именно в случае с Назарбаевым, потому что Казахстан не является участником международного уголовного суда, не подписанной соответствующей конвенции, и поэтому западные международные уголовные суда, суды его не могут осудить. И осудить только может сам народ. Когда произойдет смена власти, Назарбаев будет арестован, привлечен к ответственности. Мы проведем открытый публичный суд, чтобы все граждане страны узнали о совершенных преступлениях Назарбаевым. Ему будет предъявлено серьезное обвинение, и наш народ может убедиться, что они справедливые, и доказать его вины достаточно. А вот если Назарбаев покинет Казахстан и скроется в другой стране, что тогда? Если Назарбаев успеет покинуть страну, и мы понимаем, что в этом случае он может попасть в Россию и убежать, как сделал украинский президент Янукович, или в Китай. Но на самом деле и в этом случае есть очень много механизмов, каким образом их вернуть обратно. Я имею в виду Нусултан Назарбаева и его ближайшее окружение. Между Казахстаном и Россией, и Китаем существуют серьезные торговые и экономические отношения. И поэтому мы, используя эти возможности, используя то, что в Казахстане существуют инвестиции со стороны Китая, мы, безусловно, будем оказывать давление и принудим, чтобы Китай выдал Нусултана Назарбаева. Если говорить о России, то здесь тоже существует множество соглашений. У нас 7 тысяч километров границ с Россией. И я заверяю вас, что рычагов у правительства будет достаточно, чтобы существующее или будущее руководство России выдало Нусултана Назарбаева в Казахстан, и над ним состоялся справедливый суд. Это мы, безусловно, добьемся. Многих интересуют вывезенные из страны капиталы. Как их можно вернуть? У ДВК есть такая программа? Безусловно, такая программа существует. И чтобы наши граждане понимали, о чем идет речь, я думаю, вы должны знать, что только состояние Нусултана Назарбаева составляет свыше 200 миллиардов долларов США, которые он успел украсть у нашего народа. И это не считая его близких родственников. Например, только семья Тимура Кулебаева по официальным данным владеет капиталом в размере 7 миллиардов долларов США. Но в реальности их состояние значительно больше. Поэтому объем украденных средств, которые мы намереваемся вернуть в страну, составляет порядка 300 миллиардов долларов США. У меня есть серьезная команда юристов, есть специальные обученные люди, которые знают, где найти капитал. Хорошо, а есть ли у вас, Мухтар Кабулович, опыт для реализации этого плана? Но лично у меня и у моей команды существуют серьезные возможности по нахождению средств Нусултана Назарбаева и его ближайшего окружения. Мы эти средства найдем. Ну и затем существует международная практика, когда диктаторы, как Назарбаев, теряют власть. После этого немедленно западное сообщество арестовывает все активы за рубежом таких диктаторов. И последний известный пример публичный, когда Америка арестовала денежные средства, и суды Америки признали, что эти средства принадлежали бывшему президенту Кыргызстана Бакиеву, и недавно было принято решение, что эта сумма, около 6 миллионов долларов, будет возвращена Кыргызстану. В нашем случае будет аналогичным образом. Десятки миллиардов долларов будут немедленно заморожены за рубежом, после того, как Назарбаев потеряет власть, и мы законным способом сумеем их вернуть обратно в страну. Злободневным также остается вопрос получения образования и медицинских услуг. Скажите, какие планы у ДВК? Мы публично объявили о программах демократического выбора Казахстана по здравоохранению и по образованию. Государственные медицинские услуги здравоохранения будут бесплатными для нашего населения. Образование среднеспециальное и высшее, именно государственное, тоже будет бесплатным для нашего населения, и у страны такие возможности есть. И я уже много раз говорил, что мы демократические выборы Казахстана, когда придем к власти, все эти действия осуществим немедленно. То есть бесплатное образование и медицина будут сразу существовать с момента прихода к власти и демократического выбора Казахстана. Сегодня в Казахстане, согласно законодательству, процветает бесплатная медицина. Но тем не менее люди стоят в очередях и вынуждены платить огромные деньги за все медицинские исследования. Скажите, как вы собираетесь исправить эту ситуацию? Дело в том, что во многих развитых странах мира медицины и образования действительно бесплатные. И все упирается в деньги. Деньги в нашей стране есть, их много. Я вам сейчас рассказал о капиталах Нурсултана Назарбаева и его семьи. И мы показали, что ежегодно мы сумеем добиваться дополнительных вливаний в бюджет страны в размере не менее 30 миллиардов долларов США, которые сейчас крадутся Назарбаевым и его окружением ближайшим. Так вот, эти 30 миллиардов долларов будут перераспределены. Они будут инвестироваться в здравоохранение, в образовании. И таким образом мы сумеем сделать качественную медицину. Мы сумеем добиться, чтобы у нас было качественное образование. Мы сумеем добиться, чтобы студенты получали стипендию. Мы сумеем добиться, чтобы у них было жилье, общежитие. И все это мы сделаем буквально за несколько лет. Но сейчас люди все же вынуждены обращаться в частные клиники, потому что в государственных не хватает врачей, не хватает препаратов и нет возможности бесплатно сдать анализы. Скажите, как ДВК планирует решать эту проблему? Дело в том, что врачей в нашей стране достаточно. Если их будет недостаточно, они приедут к нам из других стран, ну, например, от соседей или откуда-либо еще. Вопрос стоит оплаты труда и необходимых инвестиций, чтобы медицина обладала качественным оборудованием, качественной диагностикой. Все упирается в деньги. Ну, в нашем случае будет следующим образом, если говорить о врачах. В первый же год врачи будут получать порядка 400 тысяч тенге минимум. Это относительно текущих порядка 150 тысяч тенге получает врачи минимум. Затем последующие 4 года их заработная плата вырастет минимум, если говорить эквиваленте, порядка 2 тысяч евро. А наших тенге это около миллиона тенге. То есть на такую заработную плату безусловно в государственных медицинских учреждениях появится необходимое количество качественных врачей и другого медицинского персонала. Наша медицина действительно сейчас сильно подотстала. И когда мы такие денежные средства активно будем вкладывать в развитие медицины, мы решим проблему и очередей, и отсутствия оборудования, диагностики, будут построены нормальные здания. Сейчас все упирается только в деньги. А эти деньги в нашей стране есть, они просто не вкладываются, они разворовываются. Поэтому все эти вопросы решим быстро. В течение нескольких лет медицина у нас будет совершенно другая, качественная и современная. В эти дни часто также звучит проблема долгов и кредитов в многодетных семьях. Расскажите о кредитной амнистии ДВК. Я хочу озвучить качественной информации, что в нашей стране кредиты выдано приблизительно на сумму 6 триллионов тенге. И займы имеет практически все население работающее, около 10 миллионов человек. В нашей стране живет чуть больше 18 миллионов человек. И получается, что каждая семья имеет кредиты, потребительские или ипотечные. Так вот, мы их все спишем. Ипотечные займы на жилье стоимостью до 30 миллионов тенге будут списаны полностью. Потребительские кредиты мы спишем тоже. И эта сумма составляет всего лишь в долларом эквиваленте около 15 миллиардов долларов США. Это вообще для нашей страны небольшие деньги. Особенно с учетом того, что мы вернем украденные капиталы. И последний известный пример. Бедная, я бы так сказал, очень бедная Грузия сумела списать кредиты почти 600 тысяч человек. Это страна, которая не обладает ни нефтью, ни газом, ни металлом. Показал этот пример. Поэтому, когда я говорю, что мы спишем кредиты, я говорю, реально исходя из возможностей нашей страны. Мы спишем потребительские кредиты, ипотечные займы на жилье до стоимостью 30 миллионов тенге. 27 февраля весь Казахстан потрясла волна народных митингов. Скажите, как вы оцениваете произошедшее? До митингов 27 февраля в нашей стране прошли ряд протестов, которые мы называем материнскими. Дело в том, что после того, как в Астане сгорело заживо пятеро детей, это всколыхнуло наше общество, и накопленные проблемы, годами нерешаемые этим правительством, правительством Нусултана Назарбаева, привели к тому, что это фактически привело к социальному взрыву. И матери сформировали свои требования к Нусултану Назарбаеву. И 27 февраля многие из них вышли со своими требованиями к офисам партии Нур-Атан по призыву демократического выбора Казахстана. Я хочу сказать, что протесты настроения сейчас не просто велики, они нарастают, они огромные, и из месяца в месяц эти протесты будут только расти и расти. Прости, почему? Потому что нынешняя власть в лице Нусултана Назарбаева показала за 30 лет свое управление, он не решает никакие проблемы. Поэтому именно в этом году эти протесты настроения будут нарастать, будут происходить несанкционированные митинги, акции. И я хочу сказать, обратиться, пользуясь ситуацией к нашим гражданам, привести в качестве примера Армению, когда на улице страны выйдут десятки тысяч людей, тогда происходит мирная смена власти, потому что, когда выходят десятки тысяч людей, армия и полиция переходят на сторону народа, потому что эти же полицейские, они являются частью народа, они также живут в общежитиях, также имеют ипотечные займы, также вынуждены носить взятки своему вышестоящему руководству по их требованию, потому что иначе они будут увольны, они устали от такой жизни. Устали от такой жизни все. Доверия этого режима нет, протесты будут нарастать, и когда десятки тысяч людей выйдут на улицу, смена власти произойдет мирно, без каких-либо эксцессов, и Нусултан Азарбаев будет отстранен от власти. И мы, демократический выбор Казахстана, знаем, как быстро изменить ситуацию в стране, и мы изменим, изменим в этом году. Ну что ж, спасибо, Мухтар Кабулович, за предоставленное время. Спасибо, до свидания. А я напомню, с нами на связи был Мухтар Аблязов, главный оппозиционер и кандидат на пост премьер-министра Казахстана. Мы обсудили наиболее важные вопросы с уст казахстанцев. Спасибо за внимание и до скорого.